Девушки отдыхают О классической музыке с концертами Вы смотрите специальный выпуск Из Исаакиевского собора Хор мальчиков Хорового училища имени Глинки Под управлением Владимира Беглецова Исполнит фрагменты Из литургии святого Иоанна Златоуста Сергея Васильевича Рахманинова На наших лекциях о Рахманинове Мы не раз говорили о том Какую колоссальную роль В его музыке играет православное Богослужебно-певческое искусство Светские работы Рахманинова Не говоря уже о его духовных вершинах Литургии святого Иоанна Златоуста Которую мы обсуждаем сегодня И всеночном бдении Которая последовала за ней Близки русскому культовому пению По своей музыкальной лексике И мелодическому языку Литургия святого Иоанна Златоуста Работа очень важная Для самого Сергея Васильевича Которую он шел долгие годы Она была написана в 1910 году 37-летним автором Очень быстро В течение трех недель летом Я кончил только литургию К твоему великому удивлению, вероятно Сообщал он в письме Отправленном 31 июля 1910 года Из имения Ивановка Своему другу Никите Морозову О литургии я давно думал И давно к ней стремился Принялся за нее как-то нечаянно И сразу увлекся А потом очень скоро кончил Давно не писал ничего с таким удовольствием Рахманинов действительно Давно стремился к созданию Крупного духовного цикла Следы этого интереса Можно видеть уже В конце 90-х годов XIX века То есть почти за 15 лет до литургии Много произошло за это время Из молодого автора Который только завоевывал Публику и критику обеих столиц Рахманинов превратился В одного из главных деятелей Русского музыкального искусства Триумфальным был успех второго и третьего концертов Они в буквальном смысле Облетели планету За год до создания литургии Рахманинов дебютировал в США Играя в том числе свою музыку Все это послужило тому Что он стал одним из самых узнаваемых Музыкальных имен во всем мире Многое поменялось и в русской музыке Рахманинов безусловно представлял в ней Более традиционалистское Классически сдержанное крыло В то время как находки Александра Скрябина И молодого Стравинского Распахивали дверь в мятежное И революционное 20-е столетие Часть более радикально настроенных комментаторов Про модернистской критики Видели в Рахманинове Последователя Чайковского Слишком романтика В новом антиромантическом веке Игнорирующего моду и прогресс Однако популярность музыки Рахманинова у слушателей И значительность ее фигуры Как для московского, так и для петербургского Музыкального мира Конечно, не вызывали сомнений Например, можно было услышать мнение критиков Выражавших сожаление Что один из самых крупных Российских композиторов момента Так много времени проводит Гастролируя за границей Сейчас же мы можем сказать Что при классическом звучании Его языка Интерес к архаике В случае Рахманинова Церковной Органично вписывал его В картину модернистских течений Русской музыки Одним из важных направлений В эту эпоху была Именно работа с древностью Исследование ее эстетики Воскрешения Звучаний и образов Рахманинов внимательно изучал Литургический текст Закономерности строения И структуру церковного действия А также литургию Анна Златоуста Петра Ильича Чайковского Опус 41 Написанную за несколько десятилетий До него и две Литургии Александра Греченинова Человека, стоявшего За волной Композиторского интереса К православным Церковно-певческим жанрам На рубеже XIX и XX века Степана Васильевича Смоленского Русского музыковеда И хорового дирижера Которого знал Рахманинов К тому времени Уже не было в живых Смоленский скончался В 1909 году Другой крупный деятель Этой школы Композитор Александр Костанов Кальский Однако мог Выступать для Рахманинова Советчик Несмотря на Внимательную работу С источниками И опусами Своих предшественников Литургия Рахманинова Получилась Глубоко своеобразной Очень личной Например, в отличие От Чайковского И Греченинова Которые Шли по пути создания Отдельных песнопений Которые затем Должны были занять Место в церковной службе Рахманинов Использовал Почти весь Текст Литургии Святого Иоанна Златоуста На церковную славянскую Его партитура Воспроизводит реплики На распев Произносимые Священником Или диаконом Так называемые Ектении А также Ответные Хоровые фразы Из успевчих Вроде Господи помилуй Несмотря на то, что Рахманинов Как и Чайковский Предназначал свою работу Не для концертного зала А для литургического Использования Во всем тут ощущается Авторская рука Стремление к разнообразию И выразительность Литургия Рахманинова Изумительный Духовный спектакль Звуковое действие Полное Авторской Узнаваемой образности Вместе с тем Она строго следует Смыслу церковной службы Напомним Литургия Это обряд Духовного единения Верующих Друг с другом И с церковью Которая происходит Благодаря Таинству Евхаристии И Причащения Материальные продукты Вино и хлеб Символически Преображаются В кровь и плоть Господне А все присутствующие Уподобляются Ученикам Христа Бывшим с Ним На Тайной Вечере Литургия Пришла к нам Непосредственно Из евангельских времен Она переносит нас В ту ночь Когда Господь В последний раз Перед смертью Беседовал с учениками Писал в книге Таинство Слово И образ Один из известнейших Российских священников Александр Мень Разумеется В литургии нет Сюжетной основы Как в опере Последование Церемониальных действий Песнопений и молитвы Осуществляется Безусловно Безусловно Иконов и интонаций Старых песнопений А также Сочетая их С элементами Фольклорного То есть Народного Многоголосия Рахманинов Создает Живой И гибкий Язык Где вместе С тем Свободно Функционирует Старая лексика Выписанная музыкой Акустика храма Например Долгие Шлейфовые Замирания Звука Окутывающие Резонансы Или колокольные Звучности Иногда С удивительной Достоверностью Выписанные С помощью хора С одной стороны Вроде бы Добавляют Этому тексту Дистанции От подлинника Так В какие-то моменты Можно ощутить Что Рахманиновская Литургия Некий Многомерный Портрет Православной Службы Художественное Произведение О ней А не Она Сама Вместе С тем Даже В самых Лирических И сокровенных Или Напротив Интроверсивных Темных Холодных Узнаваемо Рахманиновских Эпизодах Этой музыки Мы слышим Эпическую Церковность И строгость Подчас Выразительность И блеск Каких-то Страниц Литургии Могут Казаться Слуху Почти Оперными Однако Рахманинов Органично Переплетает Эти вспышки С элементами Русской Церковно-певческой Сталины Это узкий Аскетичный Диапазон И асимметрия Фраз Которые Как будто Состоят Из небольших Сцепленных Друг с другом Секций Звеньев По нескольку Нот Так называемых Попевок Литургия Делится На две части Первая Литургия Оглашенных Адресованная Всем В том числе Некрещённым Людям Которые Только Приготовляются К тому Чтобы стать Частью Церкви Это первые Семь номеров Затем Части с Восьмой По двадцатую Это так называемая Литургия Верных Во время которой Собственно И происходит Таинство Евхаристии Разумеется Эта Сакральная Часть Закрыта Для посторонних И адресована Только Воцерковлённым Верующим Первый Из номеров Которые Мы обсудим Сегодня Находится Ещё В пределах Литургии Оглашенных Экспрессивно Ипотетически Этот номер Посвящён идее Жертвы на кресте Во имя спасения Людей И победы Над смертью Второй Обширный Раздел Литургии Литургия Верных Начинается Обычно С Херувимской Важнейшего Номера Где речь Речь идёт О незримом Шествии Бесплотного Сонма Ангелов Воспевающих Бога Именно После этого Происходит Евхаристическое Действие Центральное И Самая Таинственная Часть Литургии Мы послушаем Сегодня Два номера Которые Непосредственно Связаны С Евхаристией Это Милость Мира И Тебе Поем Наконец Затем Прозвучат Ещё Два Благословен Гряды Гимн Звучащий Во время Причащения Мирян И Ослепительный Славящий Хор Буде Имя Господне Благословенно Завершающий Литургии Впервые Вся Работа Была Исполнена 25 Ноября 1910 Года В Москве В Зале Синодального Училища Синодальным Хором Под управлением Николая Данилина Несмотря на то, Что материал Музыки Показался Многим Концертным Сопротивление В восприятии Литургии Рахманинова Было Невозможно Уже Сопоставить С тем, Что встретила Литургию Чайковского За 30 лет До этого Интерес и Успех Были Грандиозными Зал Синодального Училища Не смог Вместить Всех, Кто хотел Присутствовать На концерте По воспоминаниям Современников Собрался Весь Московский Музыкальный Мир Через Полгода Ее спели В Петербурге Где хором Мариинского Театра Дирижировал Сам Автор Фрагменты Литургии Были Представлены В гастролях Синодального Хора Так В 911 Году Ее Услышали В Варшаве Риме И Дрездене Примечательно Что именно Синодальный Хор Явился Идеальным Исполнителем Литургической Музыки Рахманинова В период Ее создания И в российский Период Жизни Ее автора То есть До революции Версия Которую Сегодня Слушаем И обсуждаем Мы Приближена К нему По составу Это Также Коллектив Училища Традиционный Мужской Хор Где Партии Верхних Голосов Исполняют Не женщины А мальчики Приидите Поклонимся Совсем Небольшой Номер Молитвы Иисусу Где речь Идет О приглашении Верующих А также О призыве Собственных Сил Душевных И телесных К тому Чтобы Помолиться Спасителю Важным Мотивом Тут Становится Еще И Воспоминание О воскресении Приидите Поклонимся И Припадем Ко Христу Спаси Нас Сыне Божий Воскресший Из мертвых Авторская Ремарка В начале Этого Номера Предписывает Петь Очень Медленно С большим Нарастанием Фактически Вся Первая Его Половина Представляет Собой Сплошную Медленную Волну Постепенно Набирающего Силу Звука Которая Консолидируется Мало Помалу Так Словно К молящимся Примыкают Новые И новые Голоса Вторая половина Номера Вликующий Трубной Звучности И подвижном Темпе Это Обращение К Спасителю Обратите Внимание На то Как отличается Чеканное Ее Звучание От Тающей Сумрачной Звучности Начало Номер Последние Несколько Тактов Невероятной По красоте Возглас Аллилуйя Написанный Так Словно Он Плывет Умножается И отражается От стен Храм Милость Мира И тебе Поем Как мы Помним Звучат Уже После Пения Херувимской В кульминационный Момент Литургии Текст Молитвы Милость Мира Считается Связанным С практикой Тайного Чтения Евхаристических Молитв Которая 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 В пятом Веке Нашей Эры Главной Идеей Этой Части Литургии Является Благодарность Господу И восхваление Его Само Слово Евхаристия В переводе С греческого Означает Благодарность Или Благодарение Из-за Того Что В этот Момент Производятся Важнейшие Церемониальные Действия Которые Связаны С Преображением Хлеба Ивина Пение В этой Части Литургии Перемежается С молитвами Читаемыми В алтаре Милость Мира Начинается Певуче И светло В верхних Голосах Постепенно Спускаясь По регистру Вниз Читаем Вtx Однако это песнопение контрастно, следующий затем раздел, медленный, минорный, представляет собой благодарную песню, звучащую остро, лично и сокровенно. В результате развития на словах троицы единосущное песнопение, однако, взмывает к ослепительной кульминации. Затем звучит лучащийся светом центральный эпизод песнопения – величальный и восторженный свят-свят-свят Господь Савауф. Обратите внимание на мотивы, которые звучат как победные фанфары. Как пишет российский исследователь Алексей Кандинский, здесь можно усмотреть сходство с многоголосными, славящими гимнами-панегириками Петровской эпохи. То есть в сложной материи рахманиновской музыки вспыхивает еще одна грань – русский XVIII век. «Свят-свят-свят-свят Господь Савауф» В следующем звучит евхаристический гимн «Тебе поем», связанный с наиболее мистическим моментом литургии, метафорическим преображением просфоры, то есть хлеба и вина в плоти кровь Господней. Для рахманинова это тихая интроверсивная кульминация. Тут стоит любопытная помета почти без оттенков. Это означает, что рахманинов хотел слышать здесь матовое, как бы бескачественное, лишенное веса и тембровых красок звучание хора. Сочетание на первый взгляд парадоксальное, абсолютной им материальности и отрешенности с нежностью и лирикой абсолютно рахманиновское. Мы находим его и в фортепианной, и в симфонической музыке Сергея Васильевича, и отчасти именно оно придает ей характерный узнаваемый колорит. Здесь совершенно очевидна интонация знаменного пения, древнейшего пласта русского богослужебно-певческого искусства, который относится к тому времени, когда традиция эта не соприкоснулась еще с западной цивилизацией. Последите за тем, как во всех голосах движение строго, поступенно, без скачков и какой-либо внешней выразительности. Из-за того, что партии всех голосов подчинены этой логике, создается ощущение абсолютного единства, общинности, совместности. Последние такты этой части – настоящее откровение, одна из красивейших страниц литургической музыки Рахманинова, прелесть которой именно во внезапной и довольно дерзкой ее субъективности. Обратите внимание на троекратное повторение у солирующего сопрано слов «Боже наш», как бы парящего над тихо колышущейся массой звука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гимн «Благословен гряды во имя Господне», который поют на праздник входа Иисуса в Иерусалим, вербное воскресенье, начинается очень светло, ярко и энергично. Этими словами жители Иерусалима приветствовали Иисуса, расстилая перед ним пальмовые ветви. Триумфальный вход в Иерусалим был связан с новостью о воскрешении Лазаря, чудом, известие о котором заставило жителей города петь Христу Асану. Как мы помним, через четыре дня в том же самом городе он окажется осужден и распят. «Благословен гряды во имя Господне, во имя Господне, во имя Господне, во имя Господне, во имя Господне». Наконец, завершающий литургию гимн «Буде имя Господне» как бы отображает голоса со всех концов вселенной славящие Господа. В разных ритмических вариантах здесь скандируется одно единственное трезвучие, воспринимающееся нашим слухом как что-то устойчивое и крепкое. Таким образом, форма утрачивает влечение куда-либо, она пребывает как бы в бесконечно длящемся миге разрешения, финала, достижения устоя. В то же время звучание этого аккорда постоянно перекрашивается и мерцает из-за того, что Рахманинов поручает его двум хорам. От этого оно реверберирует и переливается, как будто храмовое эхо. В церкви такое эхо постепенно таяло бы и иссякало, послушное законам физики. Однако у Рахманинов ослабление Бога продолжает свое свечение бесконечно, не ослабевая. Мы буквально слышим, как миг этот длится без предела, как будто извлеченный из физического времени. ПЕСНЯ 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 Напомню, это были части из литургии святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова в исполнении хора «Мальчиков» хорового училища имени Глинки под управлением Владимира Беглецова. Полное исполнение этих частей обязательно ищите на нашем канале. В «Конспирита» у нас еще очень много чудесной музыки для вас, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь и пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...